Девушки отдыхают 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 И примерно 3-4 столовые ложки сахарной пудры А вот скажи, сколько ты хочешь, чтобы я персиков почистила? Почистим я граммов 300, то есть сейчас я тебе скажу В штуках 4,5 Позаботился, половинку я съем Это у нас сахарная пудра Раз Два Где-то это я уже слышала Три Четыре Итого 50 граммов примерно сахарной пудры А почему ты не сахар взял по-простому? Текстура сахарной пудры, как ты понимаешь, она ближе к текстуре муки Поэтому, поскольку нам нужно перетирать все это вместе То есть удобнее заниматься этим именно с такой текстурой Так, 250 граммов муки Просеянной, безусловно, заранее Просеянной, конечно же, да А где же ты, собственно говоря, научился готовить мраморный чизкейк, да еще и с персиками? В Италии, наверное? Я большой фанат австралийского кулинарного телевидения А особенно австралийского мастер-шефа Это, конечно, уникальная школа кулинарной жизни Там очень много чему можно научиться Вот, и на самом деле этот рецепт был в одной из программ в разделе, который назывался «Мастер-класс» И там вот... Мраморный чизкейк готовили, да? Да А теперь... А теперь я продолжаю тебя удивлять Но ты меня не удивил Ты знала, что у тебя есть лед? Есть лед в любом холодильнике Но зачем он нужен сейчас нам? Итак, лед мне нужен для того, чтобы опускать в него руки Тебе жарко? Пытка! Какая температура человеческого тела? Я надеюсь... 36,6 Жив? Да А вот температура пальцев у меня сейчас, я думаю, градуса 32 А для чего? Для того, чтобы масло не плавилось у меня в руках Наконец-то пригодятся девушки с холодными руками Пожалуйста, записывайте рецепт Пригодятся ваши холодные ручки Да, записывайте рецепт Записывайте телефон, а не рецепт И в гости к Сергею Калинину Итак, значит, я добавил изначально 100 граммов масла То есть это такая базовая величина количества масла в этом рецепте Дальше уже больше зависит от качества муки От того, просеяно, не просеяно То есть нужно по чуть-чуть добавлять масло До тех пор, пока оно не начнет липнуть То есть нам нужно получить крошку, но которая начинает уже липнуть У нас не должно рассыпаться на муку и на масло А духовку разогреть? Да, духовку надо поставить на 150 градусов А что там уже стоит? Это масло, это нужно еще для одного секрета, до которого мы еще не дошли Масло растопилось Так, прекрасно Делаем корж очень произвольной формы, любой Но не очень толстый, полсантиметра Ну да, этот такой совсем тоненький Вот так вот выглядит база Ее нужно испечь, а потом уже на нее сверху наливать начинку Так, для того, чтобы мы могли продолжать Дай, пожалуйста, бумажное полотенце Знаешь, я уже убедилась, что когда бумажное полотенце есть на кухне Все проблемы с сыростью решаются моментально Спасибо, это... Можно и стол вытереть, если хочешь, пожалуйста Это вещь незаменимая в хозяйстве, у меня уходят просто тоннами В духовку Духовка разогрета до 150 градусов Коржик, залетай Как долго будет испекаться корж? Примерно 20 минут Примерно 20 минут, а для нас с вами время пролетит незаметно Мы готовим сегодня мраморный чизкейк Уже 20 минут в духовке готовится корж Да Будем вынимать Будем вынимать Иди сюда Получился? Получился, ты видишь, он немного поднялся по бокам Корж мы сделали, он должен отдохнуть примерно 20 минут Ну, во всяком случае, он нам нужен такой, комнатной температуры С горячим коржом работать лучше не стоит А мы тем временем сделаем начинку Поскольку чизкейк, это, в общем-то, от слова чиз, от слова сыр, мягкий сыр Но, тут будет интересная одна штука Ты же знаешь, что я массовик-затейник, кулинарный Вот, и я принес домашний сыр, мягкий сыр, который сделал самостоятельно, вчера Я такую штуку делаю достаточно часто и использую ее по разным случаям То есть, идея была в том, чтобы заменить сыр маскарпоне Достаточно дорогой Коробочка в 250 граммов стоит, ну, в районе 50 гривен Да, да, да Поэтому задача стояла простая Заменить маскарпоне и при этом понизить жирность Сереж, ну расскажи, как ты готовил Я делаю это на закваске Закваска, которая продается в любом продуктовом магазине Беру закваску нулевую, 0% И беру сметану 20-25% Лучше, конечно, взять домашнюю В принципе, магазинная сметана тоже подойдет Примерно в сочетании 1 к 2 То есть, если мы берем полкило сметаны То мы берем примерно литр закваски Смешивается все вместе То есть, ну, в миске перемешиваем Сметана и закваска Сметана, получаем такую вязкую жидкость Берем марлю, берем миску Сверху миски кладем дуршлаг или сито Застилаем вот этой тканью И выливаем, собственно, туда все это дело И под весом своим сыворотка стекает И она потихонечку уплотняется Я ставлю это дело в холодильник То есть, грубо говоря, она стоит ночь в холодильнике Утром достаю, ставлю какой-то гнет Ну, вот банку с водой или что-нибудь такое И она выдавливает остальную оставшуюся влагу И получается вот такой вот продукт То есть, это, скажем так, изобретение Которое может спокойно заменить маскарпоне И по текстуре, и по цене Особенно по цене И по вкусу И по вкусу Так, я тебя тогда попрошу вот таким образом Кубиками дорезать персик А я продолжу дальше Итак, значит, чизкейк в классике Он состоит из сыра рикотта Мягкий сыр И состоит из маскарпоне Попытаемся заменить эти продукты Теми, что у нас есть Первое, моим сливочным сыром, который я приготовил И второе, обычный творог Без лишней влаги и мя Без лишней влаги, да Важно отметить, что чизкейк Должен быть не сильно влажным Это важное условие для того, чтобы он получился правильным И при этом он еще должен быть комнатной температуры Вот два таких секрета, которые нужно знать Относительно творога Пропорции какие? Полкило обычного творога И я беру, если у меня здесь 450 граммов Вот у меня получился выход То я возьму половину этой банки Для того, чтобы чизкейк получился хороший Нужно отлично взбить сначала с сахарной пудрой Взбить творог И только потом добавлять все остальные ингредиенты Творог у нас здесь, мягкий сыр здесь Осталось примерно 300 граммов сахарной пудры Ну и конечно тут очень важно тщательнейшим образом Равномерно, до нужной консистенции Смешать два вида сыра и сахарную пудру С чем безусловно легко справится наша кухонная машина Руками это было бы гораздо дольше Итак, значит смесь уже достаточно равномерная, однородная Теперь можно добавлять туда яйца Крахмал, немного цедры И где моя замечательная бутылочка? Очень часто многие люди привозят из путешествий в экзотические страны Вот ту самую ваниль в палочках, знаешь? Да Это я тоже сделал сам Есть такой способ Заливаем нашей горилочкой Пару-тройку палочек Остались Залили и настаиваете примерно 3-4 недели Очень, кстати, классная штука Конечно, если нет такой натуральной ванили Можно взять ванильный сахар Вот, но в принципе Вот такую бутылку пол-литра Можно сделать и для выпечки хватит очень надолго Так, у нас здесь крахмал Какую функцию крахмал выполнит? Он выполняет связующую функцию Скрепляющую И чизкейк будет так держать форму? Да, 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 да А сколько? Сколько крахмала? 20 граммов крахмала развести где-то в половине стакана воды Так, и добавляем яйца Все, и на этой стадии нужно промешать совсем немного Итак, теперь наше масло, которое мы подготовили в духовке Пригодится для того, чтобы смазать бортики Это нужно для того, чтобы чизкейк, поскольку у него все-таки есть молочные продукты Не прилипал Я попрошу тебя сделать для меня одну операцию Аппендицит? Нет Я даю тебе вот эту вот чудесную кастрюльку Вот именно такая консистенция довольно жидкая и должна получиться у чизкейка, да? Да, довольно жидкая, она должна слиться И ты должна разделить ее содержимое на две части В одну из них добавить какао Да Там у тебя примерно будет 30 граммов какао Так, я смазываю базу чизкейка нашим белым вариантом Ты хочешь забрать у меня персики? Да Так, забирай Давай Так, вот в принципе, что должно получиться Мы немного налили белого чизкейка, засыпали персиком Я так чувствую, что я буду фанатом вот именно этой шоколадной части ки Чизкейка Ты же знаешь, как я люблю шоколад А теперь я начинаю потихоньку выкладывать свою белую часть частями Вот такие Горочки ты делаешь Горочки, четыре А теперь давай, давай свой Ммм Хорошо? Какая прелесть И шоколад так хорошо чувствуется? А теперь мы начинаем выкладывать еще горочки, но коричневые, между белыми Как ты думаешь, что мы будем делать потом? Мы будем делать так Ну, чтобы мрамор Смотри, фугу положим и будем вращать ее Нет, на самом деле, вот, собственно, чего я и хочу сделать Вот, я начинаю делать мрамор А персиков мы больше класть не будем? Нет, не надо больше персиков В принципе, все И теперь? 150 градусов, духовка, час А потом я тебе расскажу секрет Еще секрет? Еще не один Духовка разогрета до 150 градусов И мраморный чизкейк будет выпекаться целый час Секрет последний нашего чизкейка следующий Для того, чтобы он не лопнул То есть час его нужно запечь сначала Потом выключить Духовку не открывать И еще ждать час, чтобы он там остыл Зная тебя уже неплохо Я понял, что мне лучше прийти с готовым чизкейком Да! Вот он какой хорошенький Вот такой он должен получиться Попробовать, какой вкусный и необычный мраморный чизкейк мне не терпится Пока Сережа будет все красиво раскладывать Я напомню, как мы готовили это блюдо Чтобы приготовить мраморный чизкейк с персиками, вам понадобится Творог, сливочный сыр домашний, персики, мука, сахарная пудра, сливочное масло, яйца, лимонная цедра, ванильный сахар или экстременовый, экстракт ванили, крахмал, какао, сахар Для приготовления коржа нужно смешать муку, сахарную пудру и сливочное масло Готовое тесто распределить по дну формы в виде коржа толщиной в полсантиметра Выпекать 20 минут при температуре 150 градусов до легкого золотистого цвета Достать корж и немного охладить Для начинки смешать муку, творог, мягкий домашний сыр, лимонную цедру, ванильный сахар или экстракт ванили, яйца Затем крахмал смешать с водой и добавить в начинку Творожную массу для чизкейка разделить пополам В одну из частей добавить порошок какао Стенки формы с коржом смазать топленым маслом Выложить небольшой слой белой начинки, бланшированные или свежие персики Затем кладем светлую темную творожную массу мозаикой Запекать 1 час при температуре 150 градусов и еще час дать выстояться в духовке с закрытой дверцей Получилось так же красиво, как у австралийского шеф-повара? Даже лучше И на срезе видно, что кусочки персика, шоколадная и сливочная часть так красиво перемешались Ой, какой мягкий! Да У меня такое впечатление, что я сразу три десерта съела Шоколадный десерт мой любимый Настоящий классический чизкейк, по вкусу очень даже напоминает светлая часть И персики, так нежно запеченные, ну просто прелесть Все для тебя Спасибо тебе огромное! Обязательно приготовьте, потому что я уверена, этот десерт понравится и любителям шоколада, и любителям фруктов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!